Известно, что наше тело это то, что мы едим. Спортсмены следят за своим питанием, даже если их вид спорта не предполагает наличие разных весовых категорий. О здоровом питании олимпийцев расскажет Галина Муленкова. Однажды на встрече с учащимися школы Олимпийского резерва фигурист Денис Тен признался. Раньше ему казалось, что успешные спортсмены всегда в позитиве, но потом понял, что это не так. Все мы люди, у нас у всех бывают тяжелые дни. И когда я наблюдал, что, допустим, олимпийские чемпионы или чемпионы мира, они тоже бывают ошибаются на тренировках. У них тоже нервы на исходе. И бывает, что они как, скажем так, воздушный шарик в один момент, эти нервы все лопаются. И потом человеку просто приходится собирать себя заново. В здоровом теле здоровый дух. И чтобы тело слушалось, надо много тренироваться и правильно питаться. Особенно в момент подготовки к ответственным стартам. Денис, благодаря своей маме, которая следит и за режимом сна, за режимом питания, питается правильно, сбалансированно. Потребляет то, что ему нужно необходимое для дневного рациона при такой величайшей нагрузке. В Сочи выступят два наших фигуриста Денис Тен и Абзал Ракимгалиев. Абзал, конечно же, тоже следит, потому что спортсменам, особенно, наверное, одиночникам, мужском, одиночном катании, с такими сложными прыжками, конечно же, нужно следить за весом. Диас Кенешев, член национальной сборной Казахстана по биатлону, считает, что перед Олимпиадой ни в коем случае не надо менять привычный режим, в том числе и в питании. Я думаю, ничего экспериментировать не надо. Главное соблюдать тот же режим, тот же тренировочный режим, к которому мы готовимся, до этого уже год целый, след аж на. Ничего другого, нового режима питания, нет такого. На Олимпиаде спортсменам надо выдержать темпы психологические нагрузки. Им предстоит большое испытание. Пожелаем олимпийцам успеха и будем болеть за наших. Галина Маленкова, Сергей Шуйский, Алматы.